Тут смотрим вроде хорошо. И давайте еще немножко прибавим в размере. Вот так. И опять мух. И чуть-чуть вот так вот. Вот теперь наверно точно попали. Что мы теперь делаем? Заходим, вот так мы поставим к боку, чуть-чуть уменьшим и вот так вот я вам поверну. И теперь заходим в деформацию и жмем ротацию по Y, а Z отключаем. Вот так мы ее переворачиваем. Все. Вот что теперь будет резко теперь сбоку. Давайте повторим операцию. Зайдем в саптулы. Опять включим минусовать, не забывайте. Назад уже не вернете. И давайте опять перейдем на верхний саптул. Нажмем Merged Down. Ок. Все мы его объединили. И теперь опять делаем в геометрии Dynamesh. Он уже выставлен. Все тут выставлять не надо. Просто идет повторение. Вот пошел процесс опять минусовки. Продолжение следует. Кстати, прикольная штука. Если делать какую-то, допустим, кладку с лицом какого-нибудь там персонажа, рельефа. Прям очень классно. Спасибо тому человеку, который снял ролик. Редко такое попадается вообще в интернете. Вот процесс идет. Сейчас он должен уже завершиться. Посмотрим на результат. Продолжение следует. Слышится в следующий раз. Продолжение следует... Продолжение следует... На кирпичи. Вот так выглядит наша модель. Продолжение следует... Ждем... Смотрим результат. Вот поделилась у нас модель на полигруппы. Мы теперь можем их переключать, работать допустим. Вот я отключу сейчас сетку. И можем работать теперь с любой... С любым камнем, так сказать. Вот. Вот таким образом. Можем их тут корректировать. Делать края разрезанными. Добавлять трещины. И вот так можно еще... Я не пробовал. В следующем видео поэкспериментируем. Можно ли вот эту сетку сохранить отдельно и применять полностью, не создавая любой модели. И... Что можно сделать будет... Вот эта возможность будет у нас делать допустим из этой модели кирпичный рельеф. Что можно с ней теперь делать. Давайте разбираться. Так. В прошлом видео мы назначили полигруппы. И теперь, чтобы вот это все скульптить, надо еще сделать одну операцию. Зайдем давайте в Deformation. И вот эта вот клавиша. Balloon. Попробуем ее. Вот. Уменьшаются у нас швы. Можно еще чуть-чуть раздуть. Так. Давайте попробуем Inflate. Немножко прибавить. Вот Inflate лучше работает. Чуть-чуть уменьшен. Все, швы у нас стали поменьше. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот уже камень. И давайте теперь, чтобы работать с этой моделью, скульптить ее. Сделаем еще Dynamesh. Сделаем еще Dynamesh. И давайте попробуем. Вот так они у нас выделяются. Вот такие вот получились. Кое-где не прорезанные. Но это не беда. Пусть такие пока будут. Давайте теперь уменьшим Draw Size. Уменьшим интенсивность. И тут чуть-чуть вот так прибавим. Вот работает. Все нормально. Нужно работать. Наносить текстуры. Так что все в принципе очень хорошо. Давайте посмотрим, как у нас тут дело обстоит. С выделением выделяется. Как дело обстоит. Так срезкой режется. Все это мы поняли, что так можно. Вот можно делать такие вот побитые формы. Удалив вот эту полигруппу. И вот так вот можно возвращать. Так с этим мы разобрались. Давайте теперь разберемся, как можно работать с MOV. Принимает ли она это дело. Так вот работает вся модель. Вот так ее уменьшим. Вот такой рельеф получается тоже. Конечно, надо дорабатывать. Подгонять. Ну, в принципе, работает все. Полигруппы на месте. Все нормально. Дубликаты все делаются. Можно вот, видите, работает. Все хорошо она себя ведет. Что можно еще придумать? Вот можно вот так вот работать с моделью, выделив, допустим, полигруппу, а это скрыв. И вот можно над ней вот так вот издеваться, работать, что-то дорабатывать, наносить текстуру. Можно вот так инвертировать. Словом, форма ведет себя хорошо. Работать с ней легко. Эти же кирпичи можно разбить нашу модель полностью на группы и использовать эти кирпичи уже как пазл. Где-нибудь выкладывать, где-то добавлять каких-то два кирпича в дом, в здание или в тумбу. Можно сделать тумбу какую-нибудь, вписать вот эту модель у нее. Ну, все. В принципе, все хорошо. Давайте посмотрим, как она красится. Модель красится. Работает. Сферы, как к ней применяются. Все применяется. Все хорошо. Все. Всем пока. Экспериментируйте. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова